Мы вообще вот в начале... Здравствуйте. Да, здравствуйте. Это Костя Нагаев. Это Слава Неруш. И мы сейчас совершим беспрецедентный... Меня корректив этот подводит. Я вот что-нибудь как придумаю и потом, не знаю, вот я очень боюсь. Это стоматология. А если мы проктологов возьмем? Да. Да. Ну вот, да, туда я точно как бы не пойду. Мы все с детства боимся стоматологов очень сильно. Мне сейчас, честно скажу, тяжело говорить. Да, пускай бабушка ходит. Это нормально. Мы находимся вот сейчас... На Калинина Мира. Да, на Калинина Мира. Вот Дентлюкс. Его выбрали мы. Почему? Потому что мы пробили. Получается, что по Казахстану это самая большая сеть клиник. Еще, что мне знаешь, мне чуть-чуть не страшно. Ну, они же, я думаю, не додумаются же там что-нибудь криво сделать. Потому что, ну, какая-то странная вообще реклама клиники, да, получится? Не, ну не тот вырвут, другой вырвут. Если у них блогер там популярный закончится на кресле, ну, мне кажется, это как бы... Я вот чувствую, как у вас сейчас играет очко. Играет. Оно очень... Вам бы передачи «Играй очко» вести, да. У меня «Играй очко» очень хорошо. Вот оно прям играет. И мы покажем, это будет полноценный блог-тур. То есть мы будем прям показывать вообще, как это все бывает. Все, погнали, потому что я иначе сейчас убегу. Телефоны у всех возьмешь. Мы будем зуб удалять. Вот, ну, хотим, по крайней мере. Вам нужно будет заполнить антонику. Так, здравствуйте. Пиши, тебе тоже надо. Дайте мне еще одну ручку. Страдаете ли вы сердца, стернокардией, сердцебиение? Ну, тут так, еще вроде как особо, наверное, нет. Нет. Почек? Нет. Ну, так, наверное. А почему нет мозга? Нет. Мозг. Страдаете ли вы заболеваниями мозга? Мы страдаем. Да, в счет того, что мы сюда пришли, снимаем все это на видео. Да, то есть мы страдаем. Вырвать зуб вообще это на камеру, это мы точно чем-то страдаем. А что с вами случилось, девушка? Что вы грустная у нас такая? Мы вас сейчас развеселим. Мы же веселые. А кто, извините, доктор? Ой. А смотрите, доктор такой прям хороший. Не будет больно? Вам не сделают. Да? Сейчас с ним сделают. То есть... Нет, доктор, вот это, кстати, это очень важный момент, чтобы вот возникла вот эта психологическая связь с доктором. То есть, ну вот, улыбается человек, вот сразу отпускает, понимаете? Милая такая девушка. Кто бы подумал, что через каких-то 15 минут... Она будет делать тебе боль. Да. Не, ну почему боль? Может и не будет. То есть я больше... Я доплатил уже. Ты давай дописывай, а? Слушай, не кричи. Пойдем, пойдем. Ты доплатил. Пока присаживайтесь, а не можем делать. А насколько понимаю, это мы сейчас в рентген-кабинете. Вот. Сейчас будем делать рентген. Рентген. Славкин. Вот. Какая-то такая космическая штука поездила вокруг меня. И сейчас, надо полагать, мы получим картину... Проходите, пожалуйста. Да. Ну вот. Вот там, в самом далеке, вверху. Там, если честно, от него уже мало, наверное, чего осталось. Вот этот? И вот этот. Верхний зуб? Да, верхний зуб. Можешь его еще снять? Да, вот тут, вот, вверху. Вот, вот здесь. Возникли какие-то моменты. Вы меня не пугайте. Скажите мне, что за моменты. Потому что реально это... Скорее, возможно, зуб можно будет спасти. Сейчас мы сделаем снимок. Ой. Помнишь, нервы кричал, никто не сможет поставить меня на колени. Да, бля. Не, не хватало. Стоматологии меня тут все могут поставить. Слушай, а по-моему, нога его тоже страшно стала. Ну, естественно, это следующее. Ну, ты, походу, понял, да, куда мы попали? На вскрытие. 2-5 еще. 2-7 Аликса. Как скажете? Это, как я понял, это как на стрельбище. Когда стреляют, говорят, дай тарелку. Это значит, что она должна, ну, как бы полететь. Выстрелить. Тарелка. Тудой. Ой, ну что-то мне все лучше и лучше. Слушайте, может, зуб не надо вырывать? Пошли в кабинет. О, боже. Здрасте. О, слушайте, девушку крупно надо взять. Вы посмотрите, красота какая. Возьмите ноги. Считается. Возьмите ноги. Присаживайтесь. Вот это, кстати, прикольная штука, что глотать не нужно. Что слюну убирают изо рта. Это вот я только в Денталюксе такое видел. Ну, надо полагать, еще где-то есть. Сейчас везде есть. Не знаю, слюна от вас. Вообще, вот мороженое, допустим, ешь. А вот что-то я такое съел. Ну, и вот оно, я вот сейчас правой стороной кушаю, потому что, ну, боюсь, да, то есть, что-то я такое съел, то ли сладкое, то ли горячее, ну, вот как обычно. И он вот прям, как бы, заболел, да, то есть, и заболел так весьма лихо, нормально так заболел. То есть, я наелся китоналу, как в лучших традициях, да, то есть, и болел он до ночи. Где-то вот с обеда до ночи болел. Я вот где-то в час, о, вот так, кстати, лучше. Вот ночью только там уснул. А на следующий день почему-то прошло. А, вот, знаете, что я сделал? Я взял с содой, пополоскал. Хорошо пополоскал с содой. И все, и у меня чик, и все прошло, вот, на следующий день. И вот до сих пор, в принципе, сейчас я, ну, во-первых, страшно. Ну, вот сейчас я его пошел уже, типа, вырывать ради искусства, как говорится, да, то есть, ну, по идее, жить можно пока с ним. Вот как-то так. Держите свой снимочек. Держу. Вы пришли жалобами на этот зуб. Да. Этот зуб, у вас, нерв в нем удален. Те ощущения, как вы своей болезнью не рассказываете, это говорится о том, как будто бы у вас это спален нерв. Рядом стоящий зуб, ну, не рядом, а через зуб, у вас вот здесь, вот видите, вот это темное пятно. Это кориозный процесс, идущий со стороны соседнего зуба. Как бы такой вот спрятанный кориоз, да. Он у вас фактически дошел до нерва. И сейчас больше всего вы пережили фульпит. Поэтому у вас нерв в этом зубе умер. И вам необходимо будет сначала провести лечение вот этого зуба. Потому что даже если вдруг мы удалим этот зуб, боль мы вам не устраним. У вас как была боль, тогда он не останется. Поэтому в первую очередь... Так, нет, подождите, а вот за вот этот интересно он... За этот зуб? Сейчас мы пригласим врача-ортопеда, потому что нам нужно будет посмотреть, сможет ли он на этот зуб в будущем одеть коронку. Если врач-ортопед скажет, нет, этот зуб не годится под коронку, тогда мы можем смело расстаться с этим зубом. Если врач-ортопед скажет, да, я могу поставить на этот зуб коронку, то тогда мы отправляем вас к врачу-терапевту, он начинает лечение канала. Все туда вытаскивает. И вот, знаете, вот я вспомнил еще, бывает вот, когда кусаешь им, то, ну, это может на десну, когда вот кусаешь, тогда, ну, такое вот неприятное ощущение. А если вы говорите, что все нервы поудаляли, то там болеть уже нечему, так получается? Когда нервы удаляем, там болеть нечего. Но иногда бывает, что на верхушках наших зубов образуются гнойные мешочки, которые дают реакцию при накусывании. Поэтому нам необходимо будет пролечить внутреннюю часть зубов, чтобы и устранить вот эти гнойные мешочки. И тогда мы можем смело одевать коронку на этот зуб, и вы будете еще он хорошо выживать. Есть у вас зуб, который нужно будет удалить, это вот эти вот на нижней челюсти, два вот этих корешка. Ну да, там... То есть не нужно будет расставаться, там уже без вариантов, там спасать нечего. Угу, поделать. Да, по крайней мере, мы попытаемся его оставить у вас. И потом уже, как бы, надеть коронку. Ну, вообще, вот логичнее, все-таки лучше оставлять, да? Конечно. Это ваш родной зуб. Его можно легко заменить имплантантом в будущем, но, как бы, в вашем случае, то, что вам дала природа, это ваше родное, пусть оно у вас и будет. Хорошо? Угу. По-моему, ничего не... Вы знаете, вот мне так нравится то, что вы рассказываете. Сейчас я вам просто покажу ваш вот этот вот зубик. Вот этот зубик, который распаленный. Видите, вот это темное пятно? Оно фактически соединяется с нервом. Угу. Вот это вот черная полоска, это ваш нерв. Угу. Вот это темное пятно, оно фактически дошло. А это они туда залезут? Они сделают вам анестезию. Угу. Укольчик сделают. Потом уберут вот эту вот нависающую крышу. Полностью вот так. Крышу у нас давно обуяна. Тяж, грехоты. Потом уберут нерв, прочистят канал, запломбируют канал вот именно вот до кончика корня. И все. И потом восстановят пломбой. Угу. И этот зуб вам будет еще очень долго служить. Классно. Вот этот вот зуб у вас. Это вот нижний, да, по-моему? Этот, нет, это ваш верхний зуб, который, с которым вы ко мне идти шли. Угу. Угу. Как бы таких вот ярких изменений я не вижу, но нужно будет еще... Я вот всегда удивлялся, но вот на этих же снимках, ну не так же вот прям подробно видно, А как вы вот разбираетесь? Видимо, у вас уже, ну, вас что ли в такой степени набит? Ну, у нас для этого у нас учили. Ну, да, как бы, да, что-то я упустил это. А смотри, как отпускает его. Да, да, да. Помолодел, оздоровился. А вот видно, да, как это, чего делать теперь? Теперь нужно пойти к врачу-терапевту и начать лечение вот этого зуба. Пойдемте. Ну что, теперь мы провожаем нашего брата Костю. Мне, если честно, вот как-то все. Все, забирайте мальчика, иди, иди, золотой. Вот, сначала туда. Телефончик отдай. Я возьму свой телефончик. Вот. Я сейчас твичу уже про Нагаева. Мстишь, сволочь. Как вообще ощущения? Да, ощущения. Мне врач, вот если честно, вот это, она мне сразу убрала все страхи. То есть, я не знаю, тут, ну, мне кажется, наверное, это критерий профессионализма. Потому что, ну, очень, видимо, грамотный психолог человек. То есть, я не знаю, исходит, что ли, от нее какая-то, ну, вот такая аура, да, то, что, ну, реально сразу стало не страшно. И, когда мне сказали, что, в принципе, его вырывать не нужно, то есть, ну, мне вообще прям как-то это отпустило и похорошело. Страшно, да? Слухаешься? Страшно? Иди, укуси, укуси пластмасску. Сейчас, вот, видите, Константин, подожди, ты послушай, что кусает, что ты сразу кусаешься? Ты кусает то, чего надо. Будет трясти. Это очень тема денег стоит. Смотри, картина и вспомнит все. Брат Арнольди forever рулит. Ой, как весело. Слушай, а что мы раньше не додумались в стоматологию ходить, блок-туры делать? Смотри, как весело. Да у этого, по-моему, зубы. Слушайте, а скажите по-честному, у кого зубы лучше? По-моему, у Нагаева покруче будут, да? Они у меня... Или они у нее все вставные, да? Вставная верхняя. Серьезно, у нее все вставные, да? Верхняя. Может, выруем, доктор, а? Вот на мне, я считаю, либеральность можно заканчивать. То есть... Если я не вернусь... Я завещаю всю свою коллекцию билетов в музеи, которые я посетил на свою жизнь, не рушу. Да, пусть он знает, чего он потерял. Но что, спокойствие есть? Это хорошо, что ты не теряешь присутствие духу, я считаю. Не, вот интересно, на самом деле, правда, интересно, вот будет больно или нет? Потому что, на мой взгляд, больно... Поверь, мне это интересно даже больше, чем тебе, блядь. Больно не будет, я вам обещаю. Вот так вот. Еще немножко подберите. Ну, как замечательно. Я назову картину «Пасть Нагаева». Вот. У меня еще на клыках, я не знаю, снизу кариес, чтобы все пен делать. Пена у тебя на клыках. Сними, Андрюх, это оборудование. Пока вот ничего страшного, потому что самое ужасное еще вот, когда ты лежишь, и в кадре у тебя попадаются вот эти щипцы стоматологические. То есть вот, которыми, собственно, и рвать-то. Вот, приготовили нехитрый набор, по большому счету. А сейчас Нагаева будет... Это лечится вообще передний кариес? Конечно, это нужно делать. Все, что я могу здесь сделать, это просто лежать. А вот вы и так, собственно, пытаетесь ему напряжение снять? Да. Чтобы быстро на слезе наступило. А, вот смотри, какая интересная технология. То есть, чтобы быстрее, ну, это удобно. И причем, достаточно многим доступно пришел домой по это. Вот, у меня сложилось такое ощущение, что если у человека... Как вот, если человек сейчас толстый, значит, он бедный. Почему? Значит, он не хочет на фитнес ходить или денег у него нет. Если у человека плохие зубы, это тоже значит, что он... Ну, вот тут тонкость. Не обязательно, что он бедный. Допустим, вот у меня есть реально деньги. Может, вашу вип-клинику я не потяну? Ну, на Денталюкс уж точно хватит, да? То есть, ну, реально страшно. Вот. Полный рот, он нехороших зубов. Не, ну, у меня зубы пострадавшие в советское время антитрациклином очень сильно. То есть, это... В смысле антитрациклином? Это когда в советское время кормили детей тетрациклином, то есть... Не понял. Это было ошибкой. Ты в ГУЛАГе там жил, в Караганде где-то. Всех едой кормили в детстве, я ж помню. Ой, хватит язвить. А Нагаева кормили тетрациклином. И вот это... Ну, ничего, нормальный отъелся. Вот это, на самом деле, многое объясняет в его творчестве. Потому что, ну, нормальный человек так писать не будет, как ты. Это просто... Немного болезненно, кому голову поднял. Вы думаете. Да, сейчас еще... И как пошло? Костя. Я бы закусил, часто говоря. Если честно, я вот никогда не был в кабинете врача, когда зубы рвут. Я вообще крови не боюсь. Потому что, ну, я по работе работал много где. Мясником. Не-не. Ну, там, не буду сейчас вдаваться, но... Я вот тоже сейчас стою и думаю, а как я это выдержу? Это же прям смотреть надо на это все. Хотя я был на родах у жены. Круче не бывает уже. То есть, если ты побывал у жены на родах... Причем я туда не собирался. А ее, когда, ну, схватило, она мне за руку схватила, и я прям, ну, и пошел получилось. И это кошмар. Мне самый шок был, что голова такая, конусообразная. Я говорю, а я деньги заплатил нормальные. Я говорю, что с головой? Спасибо, Слава. Твоя вещь, она прям настроила меня на позитивный лад. Не, ну, ты же не рожаешь сейчас все-таки. Если честно, Костя, ну, вот если сразу... Да я, собственно, и завтра даже не собирался. Давай уже, открой рот. Голову в мою сторону. На звуки, на мои движения внимания не обращаем. Хорошо? Зуб разрушенный, возможно, будет ломаться, поэтому... Если вдруг по камере не слышно, такой противный, такой немножко звук... Тихо, а почему тихо? Ты думаешь, если мы разговаривать не будем, что-то изменится? Походу, все уже. Ай-эй! Ты сделал это, чувак? Ко мне, пожалуйста, взял это один. Слушай, смотри. Вообще, моментально, то есть, сама операция, она заняла реально несколько секунд. То есть... И... Не, ну, Нагаев, ну ты не терпел же? Что-то ты не орал, ничего. Где шоу, Костя? Вот. Давай я подержу тебя за руку. Может быть, тебе так покрежит. Извините. Угу. Здорово. Не глотай, зараза. А можешь какую экскурсию расскажете? То есть... Это верхний зуб. Верхний зуб имеет три корня. Вот они... Угу. Я встать-то могу? Нет. Сиди, ты тебе не рано еще. А вот там вот с той стороны, если повернуть темненько, это тоже вот... Да-да-да. Из-за того, что у вас кариес уже ушел на корни, то есть начался кариес корней, поэтому было бессмысленно списать вот этот зуб, поэтому этот зуб у нас ушел на удаление. Угу. Скажи честно, больно было или нет? Больно не было вообще никак. Единственное, что сейчас есть, это неудобство от того, что у тебя марлевые повязки во рту, в остальном все в порядке совершенно. Все, мы пошли. Я понял. Иди домой. Спасибо вам, Рахмед Сызге, давайте, люди, вы молодцы, вы лучшие. Люди, я не знаю, вот мы все сделали на глазах, а мы ни разу, ни на минуту не выключали камеру. Мы по большому счету это не будем монтировать, а сколько по хронометражу у нас, где-то часик, да? Вот. Ничего не будем монтировать, как есть. Низкий поклон, правда, я прям доктору проникса, понимаешь, она вот молодец, тебе вырвало, мне нет. Вот всегда это приятно, когда кому-то другому зуб привод. Вот. Не знаю, что сказать, я, если честно, что-то это, сегодня до того переволновался, я уже не очень понимаю. Да, бахилы надо снять, потому что мы немножко странно на улице будем выглядеть. Да, жду, когда Неруш пойдет в трактовок, вот это посмеемся. Вот. Надеюсь, что ему там что-нибудь вырвут. Не знаю, Денталюкс, Денталюкс, Форева, потому что они не вырвали мне зуб, я буду теперь вообще совсем большим поклонником. Водичку тебе нельзя, да? Да, нельзя. Я себе налью и пошли на улицу. Все, Неруш, пока выключай. Большое спасибо, это было прекрасно. Каждый день буду вот так ходить к вам, вырвать по сутку. Субтитры сделал DimaTorzok.